И мы снова возвращаемся к ситуации вокруг конкурса на должность судей кассационных судов в составе Верховного Суда Украины. Напомню, 120 новых служителей Фемиды должны были избрать еще три месяца назад, однако отбор идет до сих пор. Юристы винят в затягивании Общественный Совет Добросовестности, общественную организацию, которая участвует в выборе кандидатов. Сегодня ее представители организовали пресс-конференцию, чтобы ответить на обвинения со стороны коллег, и заявили о том, что подробности, в частности, готовы материалы об этом скандале, якобы не предоставили слова представителям данной организации. Со своей стороны отметим, что наши журналисты неоднократно пытались связаться с Советом Добросовестности, однако его координатор Виталий Тытич категорически отказался общаться на камеру. А вот что в Совете заявили сегодня. Другой стороны, в первом сюжете взагалі, навіть не прозвучали спроби, что шукали можливости надати нам право на ответ, хотя весь сюжет шельмували ГРДД. Не прокомментували, навіть зробили висновки, базуючись на, очевидно, спотворенній информации. И, як казала коллега, навіть зачепили деякі персональні речі, ну, особисто там про мене деякі особи розповідали. Напомню, работу Общественного Совета Добросовестности жёстко раскритиковали в Совете ЕС. Там заявили, что активисты и бизнесмены не могут оценивать профессиональные качества судей, а сокрытие критериев отбора несёт угрозу независимости судебных органов. Юристы и адвокаты не исключают, что из-за этого конкурс может быть сорван, так как кандидаты, которые не пройдут отбор, смогут теперь обращаться в суд и требовать поменять оскандалившийся состав Общественного Совета Добросовестности. Никто так и не почув, какими самими критериями ГРДД керуются при принятии того или иного решения. Соответственно, не понимают, как оценивают суды. Постаёт вопрос, если в таком ракурсе, в таком разрезе висновки Ради могут быть, будем говорить, отвечать европейским нормам? Будут позови, так, будут. И я думаю, что они будут задоволены, оскільки не враховываются эти критерии, которые назначаются Радой Европейского Союза. Вигідно сейчас кому-то политики, возможно, кому-то, скажем так, с владой затягнуть и не призначать этих судов на посаду Верховного Союза.